всем привет большинство людей есть много вопросов как создавать зеркала в игре в принципе зеркала это одна из самых затратных частей в игре из-за этого даже в последней мафии дефинити вообще ни одного зеркала не было они даже все почистую убрали потому что у них не получается их реализовать в их движке как минимум так я создал папочку для того чтобы поместить сюда зеркало покажу несколько вариантов давайте вариант 1 создадим создадим так давайте кинем на карту у нас допустим такую штуку как сцен capture 2d это у нас камера это один из самых простых вариантов которые не сказала бы что идеально работают но все-таки можно его использовать камеру мы настраиваем допустим не знаю давайте вот здесь поставим машинка отъедет камеру мы перемещаем как будто бы у нас здесь будет зеркало возле стены так ну примерно настраиваем вот так вот чтобы немножко торчало теперь кидаем сюда давайте какой-нибудь плане так развернем его на 90 градусов немножечко уменьшим вот принципе идеально зеркало вода и выставим примерно где-то близко к нашей камеры вероятно даже немножко чуть чуть больше но все же так вот выставим камеру теперь нам надо тоже немножко приподнять давайте поставим ее на уровне персонажа то есть лица персонажа это не совсем идеально будет конечно но куда деваться так центр у нас по центру камеры принципе почти все отлично сместим вот сюда так теперь по сути мы нашу сценка capture 2d давайте тыкнем в ее настройки текстур текстур target ставим render target сохраним ее в ту папочку куда мы ее создали так мир все назовем это у нас мир а давайте рендер все мы вот ее кинули вот видите уже персонаж прямо отображать давайте создадим из него материал теперь по сути материал можно уже применить на нашем play немножко неправильно расположен немножечко надо собирать как говорится симметрию сейчас мы загрузимся вот как видите у нас примерно зеркало готово да ну да не совсем идеально но все же то есть мы можем немножко камер поиграться да повыше камеру поставить и так далее но это очень затратно то есть получается вторая камера рендерит задняя часть вот это все то есть если вы ставите зеркала где-то но ставьте их в очень узких так скажем помещениях с менее детальными действиями так скажем ценами так вот ну давайте камеру повыше даже не пониже надо получать ну все в общем это вот так это первый вид камеры еще можно создать второй вид камеры давайте это отдельно создадим папочку внутри мира 2 и создадим здесь такую штуку так выставим на play наш новый так можно было в принципе скопировать с этого но он так установим где нет здесь теперь нам нужно установить такая штука как planar reflection эта штука идет с движком видите да у нас сейчас я ее выставил она отображает небо прям зеркально теперь этот планар мы уменьшаем до необходимости давайте выставим 0,04 разворачиваем его 90 градусов чуть-чуть в целых 0,03 и мы помещаем это все чуть-чуть дальше так скажем ближе к персонажа по сравнению допустим с той что мы создавали наш этот наш плейн чуть уменьшим увеличим здесь есть у нас некие параметры которые мы будем в принципе настраивать давайте что-нибудь пропишем вот так чем мы лучше прописываем тем качественнее изображение тем больше затраты у нас так скажем затраты видеокарты процессора и так далее как видите здесь у нас есть определенные нюансы которые дистанция от до и так далее да углы поворотов здесь есть процент качества то есть мы можем уменьшить до нуля практически можем увеличить до 100 давайте установим 100 и здесь уже нюансы вот если вы заметите тени чем больше тем лучше так в принципе запустим проверим здесь не особо сложно да так ну и кстати вот здесь может отображаться некорректно из-за того что у нас скейл неправильно немножко как видите да мы его опустили вот если персонажа не давать ближе подходить к данному зеркалу да он в принципе и не заметит вот если вот так и все отлично то есть здесь допустим тумбочка какая-нибудь и по сути идеально так здесь у нас не работает знаете почему потому что мы не включили планар reflection в настройках игры project setting заходим здесь прописываем планар reflection white но у меня галочка стоит так сейчас я соображу а все я вспомнил кроме того что надо планар кинуть вот на эту штуку надо создать материал давайте создадим материал mirror 2 допустим так вот на него кидаем во первых зажимаем клавиша 3 на клавиатуре и тыкаем на нашем работе рабочем столе так скажем да выставляем цвет белый нажимаем ok все это мы настроили сейчас нажимаем клавишу 1 и тыкаем два раза по столу выставляем на металлик и на ровность на шероховатость металл мы выставляем единицу ровность 0 и получается вот такая вот зеркальная поверхность можно еще и specular кинуть единицу но тоже может быть нюансы разные давайте попробуем так сохранить и теперь этот материал мы применим к нашему плану который находится сзади reflection я его выбрал и соответственно уже ставлю так мы почти вблизь установили запускаем вот смотрите зеркало номер 1 кстати да она еще надо зеркально сделать чтобы отображало зеркало номер 2 давайте от первого лица перейдем так я уже забыл какая клавиша вот от первого лица и как она здесь выглядит от первого лица здесь намного круче да соответственно но и затраты намного больше давайте включим фпс посмотрим как она проседает от первого лица а ну здесь она особо не проседает потому что сзади ничего особо то и нету такого так сцен вспомнить не могу где у нас зеркальное отражение кстати перспектива можно изменить чуть больше угол и так далее да чтобы эта камера отображала побольше давайте посмотрим как это будет смотреться ну есть нюансы дальность прорисовки намного больше кстати вот у такого зеркала у первого можно поставить допустим какой нибудь триггер бокс который допустим на вот эту камеру будет сдвигать персонажа и предварительно да то есть и мы можем видеть как будто бы он подходит то есть и камера ближе становится и сам персонаж подходит к зеркалу на этом друзья все если у вас будут какие то интересные вопросы пишите их в комментариях пока